Всем привет! Меня зовут Семен, это Грандлайн и сегодня мы поговорим про электрические вырубные ножницы, которые мы, кстати, тоже называем Грандлайн. Начну, наверное, с банальных фактов. Абразивными кругами резать металлочерепицу нельзя. Из-за нагрева портится цинковое и полимерное покрытие. Для того, чтобы порезать металл и при этом его не испортить, можно применить такой инструмент, как электрические вырубные ножницы, которые теперь мы выпускаем под собственным брендом. И суть здесь проста. Эти ножницы способны порезать все профили металлочерепицы, которые мы выпускаем. И вот, например, видео, где можно просто посмотреть, как легко и просто взять и разрезать металлочерепицу такими вот вырубными ножницами. Но на самом деле здесь все не так уж просто. Обратите внимание, при обработке видео заботливый монтажер аккуратно отрезал все те части видеосъемки, где показано, как ножницы переходят через ступеньку. Ключевое требование к ножницам – это именно то, как удобно и просто они позволяют порезать металлочерепицу вместе с ступеньки. Ведь если пуансон не самый удачный, то в этом месте будут проблемы и сложности, которые сильно затормозят резку, а следовательно и весь монтаж. Поэтому я позволю себе повторить это еще раз. Ножницы Грандлайн как раз-таки испроектированы для того, чтобы без лишнего стресса осуществлять резку всех профилей Грандлайн, и в том числе резку ступеньки. А чтобы слова были не просто словами, я это сейчас и продемонстрирую. Но прежде чем работать ножницами, необходимо их настроить. Во-первых, направляющую пуансона можно поворачивать. Для этого откручиваем фиксирующую гайку, вытаскиваем направляющую из пазов и вставляем ее обратно так, чтобы зубцы зашли в необходимые пазы. И только после этого заворачиваем фиксирующую гайку обратно. Во-вторых, нам нужно максимально увеличить зазоры между верхней и нижней матрицей. Для этого отворачиваем фиксирующие болтики, ну и физически отодвигаем их друг от друга. Это даст нам самый большой зазорных зазоров, и благодаря этому маневрировать внутри металла при резке нам будет намного проще. Ну и третье. Перед тем, как резать, под лист можно положить пару брусков, чтобы резка была намного проще и работающая часть матрицы не портила нижние листы, если режем мы прямо, например, на поддоне. Теперь мы готовы приступить к работе. Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, рез дается достаточно легко, даже несмотря на ступеньку, а все благодаря квадратному пуансону и широкому зазору между двумя частями матриц. Для справки, пуансон вот там, немного в глубине внутри, это именно то, что режет. А матрица это то, обо что режет пуансон. По смыслу, пуансон это нож, а матрица это разделочная доска, если так будет проще. Хорошо, это был прямой рез, а вот что с диагональным, который нужен, когда мы формируем хребты или яндовы. Ключевой методикой резать здесь будет следующее. Мы подходим к ступени по размеченной линии, но вот перед ступенькой ножницы мы поворачиваем перпендикулярно, и так же, как на прямом участке, проходим их уже привычными движениями. Да, я понимаю, выглядит все так, что как будто мы не режем по линии, которые вы сами же разметили. Но при любом раскладе у нас есть два выхода из этой ситуации. Во-первых, если у нас будет накладка верхней индовой, она все закроет. А если будет монтаж без верхней индовой, собственно, как это делают в Европе, то подразумевается, что рез вырубными ножницами в любом случае не чистовой. Поэтому берем ножницы и делаем уже чистовой рез, который будет красиво смотреться на крыше. И многие из тех, кто уже пользовался подобными ножницами, наверное, удивились, увидев квадратный пуансон, ведь достаточно широкого распространения он не получил. Почему? И круглый, ведь это привычный. Причина такого выбора довольно проста. Круглый пуансон оставляет плоскую стружку в виде полумесяца. Такая стружка легко прилипает к мокрой поверхности, да и плюс ко всему впивается в обувь. А вот уже вычищать из обуви такую стружку, это уж очень занудное занятие. Ведь если этого не сделать, при передвижении по крыше можно легко наставлять царапин и потертости. А вот квадратный пуансон дает выпуклую стружку прямоугольной формы. И, конечно, такая стружка не имеет столь выраженных острых краев, и поэтому гораздо меньше впивается в обувь. Поэтому вырубные ножницы Grand Line имеют квадратный пуансон. Легко проходит ступень, и при этом не оставляет столь раздражающую стружку. Плюс ко всему ножницы достаточно просты в обслуживании. Здесь всего три вещи, за которыми нужно следить. Во-первых, матрица и пуансон. Это основные расходники, которые всегда должны быть в запасе. Если вдруг вместо стружки ножницы начинают выдавать ленту, значит пора их менять. И сделать это совсем несложно. Откручиваем верхнюю фиксирующую гайку, вытаскиваем направляющую, и вот у нас уже есть прямой доступ к пуансону. Ну а для того, чтобы заменить матрицу, необходимо открутить все те же четыре крепежных болта, которые мы уже видели, когда настраивали зазоры между верхней и нижней матрицей. И что хорошо, все необходимые шестигранники весть в комплекте. Во-вторых, что касается двигателя. Если вдруг вы видите вентиляционное отверстие, что двигатель прям сильно искрит, искры начинают палить пластикой, ножницы начинают, ну, извините, вонять при работе, или вдруг двигатель совсем накрылся, это не повод выбрасывать ножницы. Возможно, просто необходимо поменять щетки двигателя. Для этого откручиваем два самореза с задней части корпуса, снимаем кожух, и вот у нас есть прямой доступ к щеткам и двигателю. Щетки меняются гораздо реже, чем матрицы и пуансон. При этом найти и купить их намного сложнее. По этой причине мы решили позаботиться и положить в комплект изначально с ножницами дополнительную пару графитовых щеток. Ну а в остальном правила простые. Не работайте ножницами в дождь, держите их в сухости, каждые 10-15 минут постоянной работы смазывайте пуансон и матрицу, ну и раз в год-два делайте полную смазку всей внутренней механики. Ну а на этом, пожалуй, у меня все. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова